Вопрос неформальной занятости населения стал в очередной раз главной темой обсуждения на совещании под председательством заместителя главы администрации Людмилы Левицкой. Особо остро проблема возникла после анализа, выявившего огромные суммы невыплат социального пакета и страховых взносов. Работа активизирована всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Минэкономразвития, на который возложена ответственность по снижению теневой деятельности. Несколько дней назад городская межведомственная комиссия собиралась в этом же составе и подводила итоги проделанной работы. На сей раз внести ясность взялись и представители Минэкономразвития республики Патиман Гаджиева и Джамиля Капланова. На фоне других городов по показателям выявленного числа горожан, работающих без трудовых договоров, Каспийск в числе аутсайдеров. Всего по республике 14,5 тысяч, в то время как по плану 118. В Махачкале 6,5 тысяч, в Касаверте подобных нарушений зарегистрировано 1300. В нашем городе около 130. Было поручено правительству республики Дагестан на основе данных пенсионного фонда, которые они представили, те, кто не успели представить, индивидуальные сведения, отчеты в пенсионный фонд, чтобы они до 20 мая, до 15 мая завершили. Если учитывать, что в Каспийске нет крупных заводов и рынков, а большинство горожан ездит на работу в столицу, это цифра в пределах нормы. Тем более, что в нее не включены предприниматели, выявленные в ходе рейда в рамках работы по программе «Обеление экономики», подчеркнули участники совещания. «Обеление экономики, их обязательно тоже нужно в это же количество выявленных, в количество заключенных договоров». Работа продолжается. Межведомственная комиссия обходит потенциальные предприятия и учреждения, на которых могут работать формально незарегистрированные лица. Но, к сожалению, у нас нет необходимых рычагов давления, в том числе наказания рублем, подчеркнул начальник пенсионного фонда Рамазан Джадалаев. После бурной дискуссии присутствовавшие пришли к мнению, что необходимо тесное взаимодействие с республиканскими ведомствами, которые могут применять санкции в отношении нарушителей закона. Работодатель не должен уходить от выплаты полагающегося социального пакета, а также от страховых взносов. Это важно как для обеспечения социальных гарантий граждан, так и для пополнения бюджета. Потому работа в этом направлении будет вестись активно, применяя все более действенные меры. Заира Гамзадова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.